Здравствуйте, любители аудиокниг, страстей и пошлых развлечений. Хочу заметить, что полная книга доступна по ссылке в описании. Ну а если вы мужчина и хотите пошалить по телефону, вторая ссылка под видео. Звоните. Галина Чередий, жена монстра, глава первая. Но, детка, соглашайся, бил чрезмерным оптимизмом мне в мозг Джон. Тебе обязательно понравится, это будет незабываемо. Ну, не знаю. Хмурясь из-за почему-то сильно подрагивающих рук, отчего лак на ногтях на ногах ложился в крив и в кось и приходилось подтирать, ответила я. Я совсем не любительница сюрпризов и неожиданностей. Это чистая правда. Искать приключения на свою задницу я как-то с подросткового возраста уже не склонна. Хватит. И тогда чего только не начудила. Благо родителей бедных с ума не свела и до тюрьмы для малолетних не дошло. Вовремя мозги завелись в башке. Да брось, малышка, этот квест супер. Народ, кто прошел, говорят в один голос, что такого адреналина хапнули с ума сойти. А что там конкретно можешь сказать, Джо? Но ты что, котенок? Я поморщилась. Вот странное дело. Пока мы общаемся с Джоном лично, глаза в глаза, то все эти его котята, детки, малышки и прочая сю-сю-сю фигня мне была приятна. А вот так удаленно раздражала. Да и вообще, сейчас, когда его не видела, почти все действие его головокружительного обаяния будто испарялось. Но зато, когда он был рядом, буквально коленки подгибались. Главная же суть во всех этих квестах — все должно быть загадочно и неожиданно. Продолжил убалтывать меня мой новый парень. Давай, давай, давай! Я так хочу пройти его с тобой, чтобы аж кровь закипела. А потом поедем ко мне и как? Снимем стресс. То есть просто от меня самой у тебя кровь не закипает? Я натолкнулась взглядом на свою соседку по квартире, что недавно вышла из ванной и теперь уселась напротив на стул и устроила целую пантомиму, гласящую «Какого черта ты выделываешься?» Я закатила в ответ глаза и показала язык. «Мой парень, как хочу, так и общаюсь. Что я могу поделать с тем, что меня раздражает, и это его манера не звать меня по имени, словно он его не помнит?» «И то, что секса у нас до сих пор не было. Создавалось впечатление, что Джону он от меня как-то и не сдался. Я знаю, мы девушки нелогичные. Пристает парень сразу, озабоченный неромантичный эгоист. Не пристает совсем, что-то с ним не так и подбешивает. «Карамелька моя! Вот, блин, опять! У меня она кипит, не переставая с того момента, когда я увидел тебя в том потрясающем зеленом платье в клубе». «Голубом». «Что?» «Платье было голубым». «Да». «Наверное, дело в освещении, потому что могу поклясться, что оно было зеленым». «Не суть». «Так ты согласна?» «Ехать не пойми куда, чтобы тебя сто процентов напугали до полусмерти. Это не мой формат веселья. Как насчет пойти выпить и потанцевать? Или, скажем, на концерт? В кино, на премьеру?» «Глупость! Это же скука смертная!» «Так, похоже, я его уже слегка достала». «Что поделать? Я сама для себя сейчас скучная. Предпочту читать о приключениях или смотреть в кино, а не участвовать». «Начудила, хорош!» «Кончай маяться дурью!» Прошипела на меня Кэм. «Если ты с ним не пойдешь, пойду я. И потом не плачься!» «Ладно», — смирилась я. «Во сколько ты за мной заедешь?» «Не я, малыш. За тобой приедет такси. Мы встретимся уже на месте». «Ты что, сам в этом участвуешь?» «Нет-нет, просто это одно из условий. Все участники квеста должны прибыть поодиночке. Но атмосфера, сама понимаешь». «Понимаю», — вздохнула я. Ни черта я не понимала и не одобряла. С некоторых пор. Но как там учили на уроках семейной психологии? Нужно идти навстречу, пытаясь понять увлечения и потребности партнера. Без этого настоящих крепких отношений не выстроить. А я хотела уже этих самых отношений. Все мои подруги уже встречались на постоянной основе и даже жили вместе со своими парнями. А у меня в багаже три неудачных, даже скандальных романа. Все закончилось достаточно болезненно для меня. И все почему? Потому что меня, дуру, вечно тянуло на плохих парней. Вот прямо редких засранцев. В итоге имеем, что имеем. Чудо ни разу не происходило, никто из них не стал по волшебству меняться ради такой замечательной ОТЭМ. Все старались изменить меня. Я решила, что хватит, и, встретив три недели назад Джона, сразу почти вцепилась в него. Дорогой костюм с иголочки, манеры джентльмена, улыбка, как у капитана Америки, видимая невооруженным глазом надпись на высоком аристократичном лбу «Я хороший». Ничего общего с моими раздолбаями бывшими. Но вот тебе на, адреналина ему в жизни не хватает. И это еще в начале наших отношений. Да, обычно это период, когда люди друг с друга буквально не слезают. С другой стороны, может, эти самые хорошие парни встречаются совсем по иным правилам. Как раньше у меня уже было, плохо кончилось. Буду пробовать так. Ну что, детка, ты согласна? Да, ответила, скрыв тяжелый вдох. «Тогда до завтра!» Обрадовался Джон явно не на шутку. «Машина приедет за тобой в восемь». «Погоди, а форма одежды хоть какая?» «Эм...» «Совершенно без разницы». И связь оборвалась. «Знаешь, Отем, ты довыделываешься». Ткнула в меня обвиняющий пальцем Кэм. «Такого мужика подцепила!» «И пальцем не шевельнув, а еще ломаешься!» «Да если бы он тогда на меня повелся!» «Я бы только и делала, что в рот ему смотрела и совсем соглашалась по умолчанию». «Тачка у него какая, а часы!» «Ты хоть представляешь, сколько его прикиды стоят?» «А тело...» «И об этом теле ты упомянула только после тачки часов и тряпок!» фыркнула я. «И что? На кой нам нищеброды даже самые смазливые в мире?» «Мы, женщины, как любые адекватные самки, должны выбирать лучшего самца своего вида и кандидата на роль отца будущих детей». «А кто в современном мире лучший?» «Безмозглый красавчик с дырой в кармане, но с вечным стояком». «Умник с чуткой душой, что будет бренчать на гитарке, сочиняя баллады в твою честь и мечтая о карьере великого рокера». «Член банды, от взгляда на которого текут все малолетки. С бабками у него сегодня густо и все к твоим ногам. А завтра он сел на десять лет. Черта с два!» «Да уж, очень точно про меня и мои прежние предпочтения. Нам нужен мужик, который тебя и этих самых детей в состоянии полностью обеспечить стабильно. А все остальные типы можно и в любовниках держать. Твое видение будущего и устройства семейной жизни – это нечто». Рассмеялась я, проковыляв с раскопыренными пальцами на ногах до кофемашины. «Лично я бы предпочла, чтобы все качества сочетались в одном мужчине». «Наивная. Так не бывает. Забудь». «Так куда он тебя там звал?» «Офигеть!» – проворчала я, оглядывая проплывающие мимо окрестностей через окно такси. «Вы уверены, что мы правильно едем?» «Безусловно, мисс. Все точно по навигатору». Водитель цедил слова сквозь зубы, будто я его уже достала. Хотя я всего-то первый раз спросила. Может, у человека день не задался, мало ли. Он вообще какой-то странный. Сидел, как деревянный, смотрел исключительно перед собой. Еще и очки зачем-то зеркальное напялил. Пока ехали по жилым кварталам, хоть фонари были. А уже минут десять, как какая-то унылая и по всему выходит чуть ли не заброшенная промзона. «А может, ну его, а отем?» «Мы на месте», – отчеканил таксист и даже не повернулся ко мне. Дорога оплачена. «А вы адрес мне не назовете здешний?» Опомнилась я, уже выбравшись из машины. «Мало ли, вдруг я захочу вскоре уехать!» «Ах ты, гад!» Противный водила стартанул с места, целенаправленно проигнорировав мой вопрос и бросая меня посреди темной незнакомой улицы перед громадиной какого-то здания. yang она не боится» «Медичный медицинский сестер». Сенсор along along along